Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотритель Кладбища. Я маленечко уже подготовился для того, чтобы обустроить нашу таверну, поэтому сразу летим именно туда. Так, ну что же, давайте посмотрим, что я могу здесь построить. Так, стол. Стол нам обязательно нужно сделать. Погоди-ка. Поставим один сюда и второй вот сюда. Так, со столами все, разобрались. Теперь еще бочки. Бочки. Так, сюда поставим и сюда. Больше пока некуда. Теперь остается только лишь это все дело нам сделать. Давай. Репутации, как вы помните, мне нужно 40, да? Для того, чтобы получить глиняные черепки. Так, этот стол тоже с вами доделаем. Подожди-ка, я, по-моему, алкоголя не взял, да? Так, широко известный череп получен, достижение. Так, а, качество таверны, ребята, у нас уже 46. Да отойди ты от меня, толкает она. Сразу, смотрите, ребята, пошли сидеть возле бочки. То есть бочка это своего рода стол, да? Ну, знаете, бывает вот, когда люди сидят, а бывает, когда столики такие, где просто надо стоять. Типа барные стойки. Ну что же, хорошо. Значит, я теперь могу смело идти к Адаму. Да, у нас сейчас как раз утро будет. И Адам должен проснуться. И будем смотреть дальше развитие истории. Кстати, нам еще нужно будет пряжку. А пряжка у кого? У Крисвальда, да? У кузнеца? Или у кого? Ладно, потом мы разберемся. Вначале нам, конечно же, доел. Какие-то палки всякой ерундами здесь мешаются. Мне нужно найти Адама. Я помню, что он где-то вот в этих краях у нас сидит. Вот где точно я не скажу. К нему как-то... Ага, по-моему, вот здесь. Да, вот, ребята, глиняный горшок, который он никак не сделать не может. Ну, давай, утро, наступай. Что бы тут, ребята, ему понаварганить такого, а? Жалко, я не могу у него в огороде что-нибудь потырить. А вот это у нас, я так понимаю, ребята, известняк отсюда мы добываем, да? Ну, раньше, по крайней мере, можно было вроде бы. Ну, Адамчик, выходи. Я репутацию заслужил. Вон они, черепки валяются у него, горшки разбитые. Которые уже давным-давно проросли травой. Ну, где? Где? Выходи. Адам, выходи. Даже ягод нету никогда. А вот, есть ягоды. Дай-ка я ягод, наверное, здесь немножко потырю. Шикарно. Адам, уже солнце встало, ты должен свой горшок доделать, елки-палки, ночной. Где ты там? Выходи, подлый трус. Мне дальше нужно продолжать задание. А из-за тебя я не могу. Так, нам нужно еще пряжку. О, вышел, вышел. Так, сразу сел и начал доделать свой горшок. Ну, что же, поговорим с ним по душам. Так, моя таверна стала гораздо качественнее. Ну? Ну? Чего ты там еще хотел? А теперь помоги мне избавиться от двух хулиганов, которые мучают меня по ночам. Стоят под окном и шепчут обо мне отвратительные вещи. А самое странное, я не нашел никаких следов. И правда странно. Пожалуй, останусь тут на ночь. Да чтоб тебя подойти ночью к дому Адама. Все, я понял. Ну, и давайте посмотрим, действительно, у кого нам нужно взять пряжку. У Кресвальда или же нет? Ух ты, ребят, смотрите, ягодки. Я пойду. Пойду-ка я, наверное, потырю маленечко тут ягодок. Будем с вами бражку вкусную потом делать. Для нашей таверны. Ну? А, ну да, конечно, тут нужно вот так вот обойти. Он же на прямке не может добывать ягоды. Ему нужно обязательно встать в определенную позицию. Ну, Кресвальд, у тебя пряжка или нет? Хм. Ребята, а пряжка-то не у него, а у кого? Погоди-ка, а у кого пряжка? Ладно, тут не так много персонажей. Ну, не у барона же. А ты что здесь стоишь, грустишь? На цветочки смотришь? Хе-хе. Цветочница мне. Слушай, и не у Харадрика. Ведь так? Точно не у Харадрика. Либо у плотника, либо у кузнеца. Может быть, вот у этого парня? Нет, это пастух. Может быть, у тебя, парнишка, а? Ведь найду же все равно. Найду и уши надеру. За то, что так скрываешься от меня. Хитренько. Подожди-ка. Да, вот сюда нам нужно пройти. Так. Ну, я думаю, что у тебя вряд ли, да? Или будет? Хм. Остается у нас только лишь лесоруб. Остается лишь лесоруб. И барон. А если нет у лесоруба и у барона, тогда остается фермер. Да? Так, ну-ка, может быть, у тебя? Уже тут дрова, смотрю, пиликиш. Нету. Ребят, сейчас уже ночка наступит. Подожди-ка. А где у нас чувак, который... За лес-то там все борется? Это у нас плотник, это понятно. А брат-то твой где? Вот у него значок, да, стоит здесь. Что врубать лес якобы нельзя. А где он сам? Где ты? Плотник? Или как ты там? Да ну, подожди, подожди. Что-то все не то. Короче, давай посмотрим по карте. Я так замучаюсь бегать. Значит, вот у нас плотник. Ага, он выше. Он выше. Вот здесь вот где-то по дорожке он должен стоять. Вот. Вот. Вот здесь. Вот он. Ну-ка, у тебя пряжка, нет? Во, а пряжки на ремне. Рад тебя видеть, приятель. Не хочешь пожевать свежих листьев? Бодрит. А что это, ребята, здесь пчеловод пришел? В другой раз, скажи, тебе сильно нужен пояс с пряжкой, который ты носишь? Ну, вообще-то он помогает мне с больной спиной. Я заплачу, и ты купишь себе для спины другой пояс? Не знаю, я привык к этому. А еще привык ковырять в зубах пряжкой. Хм, нет, не продам. Слышь, подойди-ка сюда, есть дело. Угу. Что за дело? Поможешь мне с одной вещью, и я помогу тебе с поясом лесоруба. Кстати, если откажешься, я обижусь и велю моим пчелам тебя сожрать. Резонно, и чего ты хочешь? Я где-то неподалеку закопал бочонок с медом. Но искать самому опасно, враги только и ждут, чтобы напасть со спины. Выкопать бочонок с медом в северной части... Что так быстро-то? Я даже не успел прочитать. Персонажи. Так, персонажи... Подожди, мне нужны вот эти персонажи. Пчеловод. Я только понял, в северной части чего-то там леса, что ли? Наверное, так, да? Где? Где пчеловод? Ты пчела, я пчеловод. Мы оба любим мед. Так, ну где? Вот. Выкопать бочонок с медом в северной части деревни возле лесопилки и отдать пчеловоду. Возле лесопилки. Лесопилки. Подожди. А это у нас не лесопилка вот эта вот в данный момент? В северной части. Возле леса... Слушай, нет, нифига, ребята, это не лесопилка. Это у нас... Это у нас совсем другое. Секундочку. Погоди-ка. Что-то они меня в заблуждение вводят. Лесопилка, да, значит, говорит. Это дровосек, по идее, вот здесь, да? Лесопилка, значит, ниже. Опять мне нужно как-то это все дело понять и найти, где. Где вот это? Может быть, вот тут? Так, секунду, ребят, что-то есть. Давай-ка выкопаем. О, бочонок с медом. И, как всегда, у нас наступает ночь. Естественно, мне... Хм. А, ночь нам только на руку. В принципе, мы сейчас пойдем к глиномесу. И посмотрим, кто там ночью шушукается у него. И наказать нужно нам, да? Этих двух бандитов, которые мешают там ему спать. Всякие гадости про него говорят. А может, он заслужил эти гадости? Так, нет, смотрите-ка, еще пока бдит. Ночь на дворе, а он еще стоит. Давай, иди спи. Родной. Роднуля. Быстро в люлю. Ушел. Нет, не ушел, стоит. В плане, до сих пор так и будешь стоять, что-то, до посинения? Уже ночь на дворе. Ребят, ну что за дела-то? Чего он не идет спать-то? Глюканул, что ли, э? Ты же меня попросил прийти ночью и... Подойти ночью к дому Адама. Просто подойти, ну вот я подошел, вот ночь. Ребят, по-моему, он глюкнул. Он должен уйти спать. Псих. Войти? Вы не можете попасть внутрь, пока не заработаете 40 репутаций у Адама. Торговля. Да не нужны мне твои глиняные тарелочки и всякая ерунда. Ну, ребят, я... Я на это не подписывался. Он не уходит спать. А мне надо, чтобы его не было. Он же... Дома должен быть. Кстати, это единственный персонаж, который ночует на улице. Ёлки-палки. Больше никого нету. Может быть, сейчас он исчезнет. Да нет, смотри, стоит. Да что ж тебе нужно-то, паренек? Адам, что тебе надо? Ночь на дворе глуп... А, вот, он только сейчас пошел. Ну, я подошел к его дому. У нас тут туман. Можно войти? Нет, нельзя. Да что ж ты будешь делать-то? Опа! Так. Адам, выше нос. Ты такой одаренный гончар. Только в твоих мечтах. В реальной жизни ты бесполезное ничтожество. Это Юрик же. Адам, у тебя прекрасная коллекция редкостей. А значит, в один прекрасный день ее кто-нибудь украдет. Все получится, Адам. Однажды ты прославишься. Конечно, прославишься. Как законченный дурак и нытик. Какие знакомые голоса? Юрик, какой сюрприз? И чем это ты занимаешься? Ох ты ж. Нас раскрыли. Какой стыд. Смотритель. Да ты не волнуйся. Это просто веселая игра. Адам, веселым не выглядит. Кроме того, подобное поведение моих сотрудников подрывает престиж таверны. Возможно, стоит тебя уволить. Ну ладно, ладно. Мы просто пытались поднять себе самооценку за счет Адама. Но если ты не против, нет проблем. Найдем себе другого неудачника. Пока. Угу. Сказать Адаму, что проблема решена. Слушай, а зачем Юрику надо было? Какую он, блин, самооценку себе там хотел поднять? Привидение. И причем, да, главное, на работе он у меня в бармене, в деревянном сидит. То есть, он когда отсутствует, там бармен не занимается делами. Так, ну что я могу тебе предложить? Могу предложить слетать домой, переночевать. Или же посмотреть, что у нас вот тут происходит. А тут ничего не происходит хорошего? Торговать? Чем ты мне тут можешь помочь, а, родной? Мы можем у него купить вина. Но я думаю, что не стоит. Зачем мне это делать? У меня у самого там винище готовится. Ладно, я, короче, лечу. До дому, ребята, в свой милый дом. Хочу посмотреть, у меня там, наверное, что-нибудь да уже приготовилось. Так, крепкий алкоголик готов. Винишко еще дозревает, да, еще доделывается. Кстати, куда он складывает это все дело? Так, ягодки заберем, наверное. Так, ягодную брагу тоже заберем. Посмотрим, посмотрим, куда же ты у меня это все складируешь. Ты делаешь у меня вино. А куда ты его ложишь? Вот для меня загадка остается. Здесь не то все. Создать я тоже пока ничего не могу. А и надавить ягод тоже, к сожалению, не могу. Хм. Погоди-ка. Я вообще ничего не могу сделать, что ли? Вообще, вообще ничего. Даже... Нет, пивасик могу заварганить. Кружку пива. Давай посмотрим. Мы можем... Так, мы можем вот это вот, ребята, создать. А этот, кстати, тоже делает пивасик. Ну, куда они все это складируют? Куда? Вот он сделает, а куда эти все припасы идут? Я, честно говоря, не пойму. Может, он гаденыш делает, а потом сам выпивает втихаря? Зомби выпивает втихаря пивасик мой. Вот это был бы номер, на самом деле. Больше у меня тут нет никаких складов. Куда это можно все положить? Хи. Так, ну что, ребята, у нас с вами наступает утро. Нам нужно идти... Кому? Глиномесу. Это, во-первых. Так, у меня местечко есть в инвентаре? Местечко есть. Кстати, доски эти все можно выложить. Они, я думаю, нам уже не пригодятся, по крайней мере, в ближайшее время. Давай, выложим все это. И воды что-то у меня тут слишком много с собой взято. Тоже давай выложим. Так, и зачем мне вот этот вот редкий кинжал? Я так и не понял. На самом деле, он говорил, что хочешь заработать, можешь его продать. Помните, да? И вот здесь тоже. Вот они вот... Этот тыквы делал, по крайней мере. А этот у меня пшеницу выращивает. Опять же, куда он ее девает? По идее, он должен складывать их вот в ящики эти. Слушай, ладно, нам пока не до этого, на самом деле. Нам нужно идти к глиномесу. А то мы сейчас с вами опять продинамим это дело. И ночь наступит. И будем жалеть опять о упущенном дне. Зайдем, короче, к глиномесу и к пчеловоду. Да, пчеловод попросил выкопать для него мед. Да, я бы хотел в такой деревушке пожить, на самом деле. Прикольно. Прикольно смотрится. Веселая жизнь у них здесь. Йорики всякие бегают, да? Деревянные бармены. Таверны. Так, ну-ка. Сказать Адаму о призраке. Адам это был всего лишь призрак с биполярным расстройством. Теперь можешь спать спокойно. И ты изгнал его? Хм, хм. Так. Слушай, а ты не мог бы вернуть его? А мне ведь будет одиноко без него. К тому же он единственный, кто думал обо мне. Почти мой друг. Нет уж. Попроси кого-нибудь другого. Черепки, пожалуйста. Ну вот они. Эх, нет доброты в этом мире. Есть, парень, есть. Так, ну что, мы с вами заработали черепки. Пошли теперь к пчеловоду. Так, мне бы вспомнить, где у нас этот пчеловод. Пчеловод, пчеловод. Где ты? Хм. А где у нас пчеловод? У него должна быть пасека своя, да? Пчелиная. Погоди-ка, я что-то и не помню на самом деле, где у нас пчеловод находится. Вот он. Вот он стоит. Родной ждет меня. Забирай мед. Хм. А как я могу быть уверен, что ты его не отравил? Зачем мне это? У меня полная деревня врагов, и все они будут рады от меня избавиться. Ладно, я понял. Нет, никто не отравил твой мед. Итак. Возьми вот этот медовый пластырь. Это для спины лесоруба. Он мой единственный друг. Так. Понял. Спасибо. Ну что же. Бежим к лесорубу. Отдадим ему медовый пластырь. И я надеюсь, он будет доволен. И отдаст нам пряжку все-таки в конце-то концов. Так. Где ты, лесоруб? Вот он стоит. Отдать пластырь. Слушай, этот пластырь поможет тебе с твоей спиной. Хм. Давай попробуем. О, какое блаженство. Поезд твой. Знаешь, пчеловод назвал тебя единственным другом. Что ты о нем знаешь? Ну, в детстве его укусила пчела. И с тех пор он считает себя человеком-пчелой. Он считает пчел высшими существами. Написал пчелиную библию и тренирует армию пчел. И он уверен, что кто-то из деревенских его злейший враг. Человек-шершень. Человек-шершень. Так. Ну что? Мы с вами все получили, да? Давай-ка глянем. Глиняные черепки и древняя пряжа на ремне. Все. Бежим с вами в нашу таверну к скелетику Герри. Так. Таверна. Сейчас будем смотреть продолжение видосиков. Так. Ну что? Герри у меня тут стоит. Ждет меня уже вовсю. Давай покалякаем с ним. Так. Отдать пряжку с пояса. Этот лесоруб довольно эксцентричен, да? По крайней мере он куда нормальнее пчеловода. А этот фрукт сто лет назад помешался на своих пчелах. Запускаем машину. И смотрим видосик. Два года спустя. Да где же учитель? Кресвальд. Я даже чейн никогда не ждал столько. Может заболел? Чем обычно болеют мессии? Учитель. Мы хотим учителя. Учитель. Эй. Ну где речь? Учитель. Люди. Я не понял. Кого ждем? Граждане. С невыносимой горечью сообщаем. Ваш учитель мертв. Как это возможно? Это ложь. Не может быть. Нет. Пожалуйста. Это ложь. Люди. Я не понял. Кто умер? Увы. Жрецы древнего бога убили его. Да. Но не подойти духом. Ибо он все еще с нами. Его чистая душа вознеслась в небеса. И теперь он наш новый бог. Новый бог. Новый бог. Да. Да. Новый бог. Умирая, он объявил Джоуа своим наместником. И вашим королем. Ну, а я теперь его. Этот, как его. Первосвященник. Первосвященник Люциус. Новый бог. Король. Ущипните меня кто-нибудь. А поскольку монархия у нас демократическая, решите сами, подданные мои. Простим ли мы язычников, убивших нашего отца, нашего отца? Учителя. Никогда. Нет. Нет им прощения. Люди. Я понял. Убить их всех. Да будет так. Подчиняюсь вашей воле, мои бесценные подданные. Посему я, король Джоуф, объявляю священную войну. Ёлки-палки. Докатились. Священная война еще тут начинается у нас. Я понял. Я знаю. Так. Нация разделена. Ты прав. Я был человеком. Я был учителем. Учителем, который вернулся, чтобы отомстить язычникам. Сомневаюсь. Они же сказали, что он стал новым богом. К тому же учитель был добрым, мудрым и не пил много. Да, но, эй, тебе не доело всегда быть правым? Смотрим дальше. Отдать глиняные черепки. Обычные черепки. Их было легко достать, да? Знаешь, не хочу это обсуждать. Ёлки-палки. Ура, вау. Вот это да. Эх, хорошо разгорелось. Молодцы, парни. На целую минуту быстрее, чем... Малельню. Как говорится, тушить любой дурак может. А вот сжигать это уметь надо. Работаем дальше. За короля Джоуа и нового бога. За нового бога. Веди нас, первый священник Люциус. Веди нас. Офигеть, взяли, просто разбомбили здесь, все сожгли. Идешь, Харадрик? Хм, бледный ты какой-то. Да, может потому что мы спалили деревню и перерезали две сотни человек? Чейн, что я теперь скажу ей? Как посмотрю в глаза. Эй, брат Раскис, мы с тобой обещали служить учителю. Это его воля? А хороший солдат исполняет приказы? Кресвальд, а если до нее уже добрались? Да ладно, трусливые жрецы первыми сбежали на болото. Короче, давай работать. А если что, найдем тебе новую пташку. Крики? Дигус? Отец, отец! Слушай-ка, этот портал, для него нужны семь человек и шесть ключей, верно? Так вот, я об этом знал и даже рассказал своему другу-смотрителю. Очень странно, откуда ты мог это знать? Отличный вопрос, я хотел помочь ему вернуться домой и... Больше ничего не помню. Так, ладно, говори, какие еще артефакты нужны. Первый, амулет древнего бога. Спроси о нем у смотрителя маяка. Кроме того, ты можешь пойти и выкопать древние кандалы. Они где-то между кладбищем и болотом. Угу. Так, ну что же, между кладбищем и болотом. Это мы кандалы, а у смотрителя маяка что-то мы там тоже с вами должны. Так, я, наверное, еще должен успеть, ребят, к смотрителю сбегать. Время еще есть, да? Ой, я опять не туда. Время есть до темноты. Так, давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Смотритель, беги, уже темнеет. Уже вечерок подступает. Прям на пятки нам. Смотритель маяка, вот он. Купить амулет? Слушай, ты не встречал в таверне голосистую толстую женщину, спрашивающую обо мне? Нет, какие-то проблемы. Это моя бывшая жена, настоящая деволица. И еще обвиняет меня, мол, я ее обобрал. Но ведь это была просто компенсация за испорченные годы жизни. Чуть-чуть белья, посуда, пара картин. Вот этот амулет и все наши сбережения. Хм, амулет древнего бога? Ты мне не продашь его? Прости, никак не могу. Эта вещь для меня слишком важна. Напоминает мне о счастливейшем дне, когда я завоевал свободу. Черт, придется просить змея украсть амулет. Ага, ха-ха. Попросить змея выкрасть амулет. Наконец-то, ребята, мы и до змея добрались. А змей у нас появляется вот в этот зелененький день календаря. Так, ну что же, долго нам придется ждать? Целую неделю, так скажем, да? А я попробую пока поискать кандалы. Кстати, с кандалами подождем. У нас есть артефакт, который мы можем с вами выставить в нашей таверне. Слушай, ну здесь все неспроста, да? Смотрите, Дигус когда-то был нормальным чуваком. Это отец какого-то там... Кого он там? Не Крейзвальта, нет? Лихорадрика. Смотрите, сейчас он какой-то безумный, да, стал? Что-то здесь произошло. Вот что? Надо вот узнать. Ой, подожди-ка, подожди-ка. Мы же хотели в таверну с вами зайти. Мы хотели с вами зайти в таверну. Посмотреть заодно репутацию. Может быть, у нас три звезды. И мы сможем с вами позвать Шармель. Для того, чтобы она спела у нас. Так, три звезды. Нету пока, да? Нету пока трех звездочек. К сожалению. Ну, а артефактики я обязательно выставлю. Так, кандалы. Точнее, это пряжка. И глиняные черепки. Вот так. Это все у нас дело происходит. Так, что у нас там по выручке? 66 серебра я зарабатываю. И посмотрим, что у нас там, ребят, с алкоголем. Я так понимаю, нету, да? Это у нас все колечки луковые лежат. Давай подкинем крепкого алкоголя. Так, кстати, у нас рецепт есть. Вы открыли новую технологию и получили знания. Щелочь. Белая краска. Для чего это все нужно мне? Кто скажет? Я пока без понятия, ребят. Если честно. Ну что? Полетим. Между, короче, кладбищем, да? Между... Так, можешь кимарнуть маленько? Давай кимарнем чуть-чуть. Между кладбищем и... Болотом. Нам нужно что-то выкопать. Кандалы ржавые какие-то, да? Я отлично выспался. Это хорошо, что ты выспался. Так, подожди. А смотритель маяка ему что? А, в змею. Все, все, все. Нам нужно будет дождаться змеи, с ним поговорить. А стоподово змей скажет в каком-нибудь задании, да? Чтобы выполнить. Вот, короче, кладбище у нас. Между кладбищем и болотом. То есть, получается, где-то... Где-то вот здесь должно это быть. Вон, я вижу, кстати, ребят какой-то... А, тут много. Где можно покопать? Ммм, обсидиант. Это что такое, ребят? Я в первый раз вижу обсидиант. Ага. Древние кандалы. А я их назвал ржавыми. Так, это кому нам нужно? Для осмотрителя маяка. Нет. Кандалы нам нужны не для осмотрителя маяка. Кандалы нам вообще просто нужны. Гири отдать. Но, в любом случае, нам рано пока идти к нему. Потому что нужно дождаться дня, когда придет змей. Когда он придет к нам в подвал. Когда мы сможем нанять его, чтобы он выкрал. Да? Одну вещичку для нас. Но это очень долго ждать по времени-то получается. Я пока яблочек понасобираю. Надо будет брашку поставить. Таверна, как говорится, не ждет, а требует от меня алкоголя крепкого. Почему обязательно крепкого? Можно и винишко заварганить, да? Кстати, я на винодельню еще не делал и не смотрел, что там у нас вообще происходит. Так, обсидиант. Загадочный камень. Его стоит исследовать. Ага. Загадочный камень, который мне нужно исследовать. Слушай, я обязательно буду его исследовать. Но сначала сбегаю на свою винодельню. На свою винодельню и посмотрю. Даже не винодельню, а на свою, как сказать-то это, пасеку, да? Виноградную. Я надеюсь, что... Ох, как хорошо там виноградик-то у меня разросся. Так, вот этот парнишка стоит. Опять же стоит. Куда он весь виноград дел? Куда ты его дел? Я не понимаю, ребята. Так. Можем... А, мы не можем заказать, потому что нам нужно виноград собрать. Ладно, хорошо, давай собирать виноград. Ага. Он сразу приступил к работе. Красава. А знаешь, в чем проблема? Что у меня в инвентаре места нету. В инвентаре нету места, поэтому давай семена винограда выложим. Полированный мрамор тоже пока мне не нужен. Хм, так. Компост, ладно, пускай пока лежит. Слушай, и вот этот редкий кинжал тоже я выкинул. Че я с ним хожу? Я ничего с ними могу сделать, не продать. Абсолютно ничего. Так, давай. А вот то, что виноградик мы с вами собираем, это очень хорошо. Чем больше винограда? Единственное, конечно, у нас разница. Там где-то есть медный, да, сорт винограда медный. Ну, в плане того, что медная звездочка. Где-то есть бронзовая, там, серебряная. Что, опять, чтобы закончилось место? Луковые колечки. Я, наверное, я не знаю, я их уничтожу сейчас. Или компост уничтожить? Давай компост, наверное, мы с вами уничтожим. Его все равно у нас дофига будет. Ага. Так, яблочки пригодятся. Это все пригодится. Забираем. Давай здесь. Я не буду собирать этот компост. Он мне не нужен. Единственное, что я вот посажу, опять же, семена. Чтобы дальше виноградик у нас рос. Золотой причем. Это самый ценный виноград. Это уже у нас пошел серебряный, да? Давай-давай-давай-давай сажать. А, тут, наверное, этот чувачок сам посадит. Понял. Так. Все, что ли? Добыть такое не может. Или действительно все? Хорошо, ладно. Раз семян больше нету, тогда давай заберем вот эти вот два кустика виноградных. Так. И вот здесь. Так, семена. Сажаем. Здесь тоже посадить. Да что ты будешь делать-то? Да ладно, не может такого быть, чтобы я один раз всего лишь посадил, и все. И у меня... Да, и у меня... Или не закончился. Это хмель. Да что ж ты будешь делать-то? Колесико, ребят, на мышке не работает, поэтому вот... Получается такая ерунда. Все. Так. Виноград собрали, ягоды мы с вами собрали, яблоки собрали. Поэтому можно, в принципе, идти и смело давить брагу, вино там делать. Потому что до прихода змея... Ну, долго еще, долго ждать нам. Вот тут еще ягодки созрели. И это очень круто. Это очень хорошо. Все. Так, давай вот здесь, наверное, просочимся. Ну... Все у нас the best from west. Так. Давай-ка посмотрим. Вначале попробуем создать. Ага. Вот так вот. Выложить, наверное, что-то надо. Выложим, пожалуй, камень. Что он нам... Место только занимает. Кстати, секунду. Я только что видел вино. Вот. Вот это я понимаю. 40 бутылок вина, ребята, у нас сделалось. Опять же, это все пойдет у нас в таверну. Пойдет в таверну. Нам нужно 3 звезды получить для того, чтобы шармель спела. Так. Можно выпить одну бутылочку, да? Чтобы энергии прибавилось. Ну что, надавили. Так. Посмотрим. Так. Можем. Во. Ягодной, так сказать, бражки сделаем еще. Так. Посмотрим здесь. Что, неужели я не могу? Я же... Да ладно. Понятно. Чисто виноградная, да? Так, так, так. Не хватает одной. Ладно. Пускай будет яблочная брага делаться. А здесь. Погоди-ка, я из красного вина делаю крепкий алкоголь? Хм. А что, интересно, лучше? Крепкий алкоголь или вино? Вот это для меня загадка. Так, посмотрим, сможет ли этот чудило... Да встань ты, господи, на место-то. Я хочу создать. Вау. Золотое давайте, ребят. Конечно, золотое и красное вино. Делай, парнишка. Работай. Ой. Да ну. Так, подожди. Фух. Я уже думал, застрял. Нет, все-таки просочился. Так, здесь можем... Ягодные бражки еще сделать. Так, а здесь? Не знаю, не знаю, не знаю, давай, ладно, хорошо, хорошо, сделаем крепкого алкоголя. Аж 13 бутылок. Вместо 40 бутылок вина мы сделали крепкий алкоголь. Спрашивается, а он нам нужен? Ну, если что, вот эту партию золотого вина мы уже с вами поставим на продажу. Да? Я думаю, будет это оптимальненько для нас. И больше мы создать поканчивание можем. Следующий день у нас, кстати, молитвенный будет. Так, мы нашли кандалы. Ну, кандалы это кандалы. Все равно без них мы, ребята, ничего... Точнее, с ними сделать не сможем, потому что... Ну, нету у нас еще, как говорится, одной вещички. А чтобы нам ее получить, нам нужен змей. А до змея еще полнедели ждать. Ну что, друзья мои, я думаю, что на сегодня будет достаточно. Да? Обязательно продолжим с вами играть в эту игру, но уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok